Плохие эмоции. Дело в том, что иногда эмоции плохие, негативные, в нас занимают столько места, что мы не можем себе представить, как без них обойдемся. Нам кажется, что если мы от них избавимся, то в организме возникнет некая пустота, которая ничем не будет заполнена. На самом деле практика показывает, что когда человек учится не испытывать эмоции негативных, то это место как раз занимают те самые позитивные эмоции, которых зачастую в обычной жизни не хватает. Появляется умение радоваться жизнью, видеть приятное в каждом дне. И что очень важно учиться жить здесь и сейчас, дело в том, что, знаете, как ни странно, в прошлом жить нельзя, его уже нет. А в будущем жить нельзя, его еще нет. Жить можно только в настоящем, здесь и сейчас. Но зачастую настоящее для нас является чем-то не очень приятным, и мы все время стараемся прорваться куда-то в будущее. Проскочить настоящее, попасть куда-то в будущее. Или мы стараемся погружаться в приятные воспоминания какие-то в прошлом, искать удовольствие там. А настоящее априори у нас негативка. На самом деле, конечно, это совсем не обязательно. И вот возвращаясь к идее роботов, знаете, а кто более роботизирован? Тот человек, у которого фактически есть рояльная клавиатура, при таких событиях он радуется, при таких он огорчается, при таких вот он еще как-то, да, то есть фактически это и называется клавиатура. То есть буквально все ваши эмоции, как правило, предопределены. Вы одному радуетесь, другому расстраиваетесь, да. У вас есть какая-то шкала шаблонов, паттернов, с помощью которых вы взаимодействуете с окружающей обстановкой. Одна идея. Вторая идея, когда вы, по сути, выбираете, какую эмоцию испытать, да. Хотите хорошую, хотите плохую. Ну, так кто более роботизирован? Человек, у которого четкая клавиатура шаблонов, знаете, так то, ре, ми, фа, сол, а, си, да. Или человек, который достаточно свободен в выборе реакции, как вы думаете, а? Да. Грустно вам это или нет, но более свободен, конечно, человек, который умеет выбирать реакцию. Он умеет решать, что делать с событием, на которое он на само событие не может повлиять. Да, это опять идея, что большинство событий носят абсолютно нейтральный характер. Надо уметь с ними обходиться, а не повисать в эмоциях. Ну, конечно, с другой стороны, если вы хотите испытывать негативные эмоции, если это часть вашей жизни, а есть люди, которые без этого просто не могут, да и не хотят, это, собственно, ваш выбор. Повторяем эту идею, хочешь быть несчастным, будь им, кто же тебе мешает, да. Можешь быть несчастным, можешь горевать, да. Какие у тебя проблемы с этим? Но это не обязательно, это не обязательно. И вот эта идея о нейтральности большинства событий, да, она может быть несколько странная, но вполне логичная. И зачастую как раз именно конфликтные ситуации высматриваются как события, на которые обязательно надо как-то реагировать. Зачем? Ну, допустим, возникают конфликты. Вот разбирая конфликтную ситуацию, иногда задаешь вопрос, а вот почему вы так сделали? Ну как? Вот потому что он или потому что она. То есть ваша реакция потому что. А, иными словами, человек, который реагирует на что-то потому что, он фактически не является объектом, он является субъектом. То есть его реакция всегда обусловлена внешними обстоятельствами. Есть событие, и сразу следует какая-то реакция в полной зависимости от события. Событие, реакция, событие, реакция, событие, реакция. Это поведение, ну, как бы стандартного нормального человека, и он говорит, а как же еще, да? Можно и по-другому. Можно нарисовать такую схемку. Событие, выбор, возможные реакции. То есть между событием и реакцией есть выбор. Вот это сладкая минута выбора. Никто не знает, что ему несет событие, да? Это знает только сам человек. И между событием и реакцией у вас всегда есть мгновение, несколько секунд, за которое вы можете подумать. В каком случае это возможно? Если опять вспоминаем наше важнейшее умение делать паузу. И когда случается какое-то событие, не спешить на него реагировать. Не спешить, не торопиться. Зачем спешить? Да за тем, что 60 тысяч лет эволюции гунит нас, да? Скорость, 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 скорость определяет выживание. Скорость, если мы будем медленны, мы умрем, да? Если мы будем медленны, мы будем неуспешны. Жизнь нас сомнет. На самом деле это неправильно. Это не обязательно, да? Напомню, что если событие не является физическим, то есть оно не сулит явной нам физической какой-то опасности, следовательно, оно является нейтральным. И зачастую вот опять ситуация, вот он мне так сказал, вот она мне так сказала, он так поступил, она так поступила, они нам не ответили на письмо, да? То есть их события служат основой для нашей реакции. То есть вступают эмоции, мозг чувствует себя, что тело атаковали и начинает разворачивать защитные реакции. Защитные, напоминаю, нападения или отступления. Зачем? Почему на вас напали? А как же еще, да? На наши интересы там произведен определенный наезд. Ну и что? И вот позиция субъекта, она никогда не идет из позиции «потому что». Позиция субъекта, то есть человека, который управляет, а объект — это объект управления, да? Субъект управляет, объект управляем. Так вот, субъект никогда не совершает поступки «потому что». Потому что это означает, из-за кого-то, из-за чего-то произошло какое-то событие, «поэтому я реагирую». Субъект всегда совершает поступки «для того что». И если не видит цели поступка, поступок вообще не совершается. Таким образом, мы еще раз возвращаемся на идею, что сила в безразличии. Сила заключается как раз в возможности выбора. Вы выбираете реакцию и можете выбрать отсутствие реакции, тоже реакция. Настоящая сила зачастую достаточно снисходительна к чужой глупости. И не дергается она по поводу и без повода. Зачем? Настоящей силе мало что может повредить, поэтому она игнорирует большинство попыток окружающего мира каким-то образом причинить ее ущерб. Она все равно знает, что никакого ущерба и нанести нельзя. И в любой момент, когда сила настоящая захочет что-то сделать, у нее всегда под рукой целый набор инструментов, которые она может осознанно использовать для чего-то. Для чего-то. Для, а не потому что. Иными словами, одни и те же поступки могут быть потому что и для того что. Поступок внешне может выглядеть одинаково. Но поступок потому что это всегда реакция на опасность, на давление. Это всегда признак страха. А реакция для того что? Это всегда признак силы. То есть вы успели взвесить ситуацию, проанализировать ее и выбрать соответствующую методику реакции. Например, отсутствие реакции. Эмоции в этом не участвовали. Участвовало левое полушарие, вооруженное изученным инструментом, который мы с вами разбираем уже который час и день. Вот такая вот немножко странная идея. Да, иногда говорят, как же так он на меня закричал. Я спрашиваю, и что? Как и что? Спрашивают меня. Я говорю, ну так, на вас закричали. И что? Что еще произошло? В этот момент. Вас не ударили тяжелой палкой по голове? Нет, не ударили, да? На стул на вас не замахивались? Пистолет на вас не направляли? Ножом вас не резали? Ничего. На вас повысили голос. И что? И часто реакция. А что же я должен был делать? Молчать? Я говорю, не знаю. Но вы что-то сделали потому что или для того что? Для того что?